Итак, значит, снова пытаюсь ответить на вопросы по работе с коллекцией, с моей большой коллекцией по маркам России. И сначала несколько слов о, так сказать, о собственном концепте вот этой коллекции. Первое, может быть, самое главное. Вы, если обратили внимание, то у меня все марки, видите, они все на листах стандартных А4 и в пластиковых пакетах. Это касается всего, что России, что всех других объектов, которых я собираю. Ну, я так, это вопрос, так скажем, унификации. Я посчитал, вот давайте посмотрим, вот, например, вот это вот листы шаубек, да, вот они классические листы, видите, тут есть такие отверстия, сякие отверстия. Это нестандартный лист, он вот, вот насколько больше. Они специально предназначены под листы шаубек, да, под альбомы шаубек, нажимного качества или на винтах. Да, у меня есть такие листы, и часть моей коллекции, допустим, марок России расположена на листах шаубек, вот бриллиант, видите, вот это вот. Тут сразу есть пластиковые пакеты, листы бриллиант, вот они вот так вот вставляются сюда. Но я посчитал, что мне не нужны эти листы шаубек, я хочу унифицировать свою коллекцию. И лет, наверное, 15 назад принял такое решение, и потихонечку, потихонечку все перевел, или стараюсь перевести вот в вариант вот этих вот, вот в этот размер и вот в этот формат. Поэтому, как говорится, когда вот это все было решено, оно как-то стало сразу и легче. Но, естественно, когда у меня не было никакой возможности там с компьютерами работать, их просто не было, я, например, просто там сам размещал. Но это тоже, помните, я показывал выставочную коллекцию, там все сделано от руки. Вот, немножко там другой подход, но все от руки, и все, как говорится, чертилось. Когда появился компьютер, вот, например, я вот сделал вот так раздел почтовых, почтовые выпуски гражданской войны. Почему я, вот, допустим, подобрал тексты, допустим, почтовые марки Батума, британская оккупация, и там краткое содержание к маркам. Потому что эти темы были не раскрыты, они не часто в нашей, тогда еще не было ничего, ну, такого, чтобы... И поэтому я вот находил в интернете вот эту информацию, и чтобы они вот были... Вот видите, марки русской армии на Ближнем Востоке, вот так вот выглядит. Вот такие вот, все марки чистые или гашные, неважно, я все делаю в климташах, и все клеются. Марки русской армии на Ближнем Востоке, продолжение, только уже тут с отпечатками трезубца, значит, это на территорию Украины, да. Северо-западная Россия, видите, есть чистые марки, там разные бумаги и оттенков, и, допустим, кварблоки, и в том числе гашные материалы. Локальные выпуски. Западная армия, генерал Валов Бермонт, район генерал Ван Дамм, в районе Псково, северо-западная армия. Выпуски администрации Донской области, Каледина и Красновых генералов. Кирисалов, это Ингерманландия, 20-й год, не все, конечно, серии. Выпуски Кубанское краевого правительства, добровольская армия, в том числе, вот, например, видите, сопроводительный адрес, почтовый документ. Почему еще я выбрал вот эту форму, вот такого этого? Потому что, вот, когда я это оформлял, у меня был, допустим, вот такой материал, количество марок. Но мы же понимаем, что коллекция – это живое, это живой организм, она постоянно или развивается, или, как говорится, усыхает. Но она, когда человек занимается, развивается. Поэтому что-то прибавилось новенькое, я вот, пожалуйста, добавил, там, скомпоновал по-новому, заменил лист, добавил еще. И поэтому такая унификация позволяет, как говорится, не придерживаться того же Шаубака, вот тут все залино, и ты уже никуда не сдвинешься, а постоянно улучшать, улучшать и улучшать коллекцию. Ну, вот, генерал Сулькевич опять, крымская, да, Деникин с Врангелем, Единая Россия, да. Потом вот появился лист, я лист добавил, какие-то отдельные марки тоже с полями, с хорошими, тоже добавил. Колчак, Сибирь, Дальний Восток с напечатками. Дальше Чита, значит, Дальневосточная республика, выпуск. Владивосток, Дальний Восток, Республика ДРВ, прочее, тоже вот что-то новенькое появилось, опять добавил. Опять Дальний Восток с различными вариантами. Здесь, значит, полевая почта, Чехословацкий корпус, тут какие-то варианты. Опять региональные выпуски Дальнего Востока, иностранные легионы, фантастические выпуски наших белых генералов, да, разные тоже, как говорится, по возможности варианты, и так далее, и так далее. Но сразу хочу показать, видите, вот, например, вот те же листы шаубок, да, вот она, Русланд. Вот они, вот они были вот такие, да, вот, вот эта Армения. То же самое, Русланд, листы бриллиант. Я их взял, обрезал под этот стандарт и все поместил. Марки России, 92-го года, в климташах, в белых прозрачных, как говорится, потратился на листы и все это вставил. И, как говорится, лучше не придумаешь. Тем более, что если каждую марку там делать климташи, как-то по самому компоненту, это, конечно, можно. Но, ввиду того, что большой объем марок, и мне, честно сказать, вот эти все современные выпуски, они как-то не очень к душе. Вот, я вот посчитал, что, ну, вот просто так. Сохраню. Вот, ну, вот, смотрите, вот, например, у шаубока. Вот эта вот сцепка, да, нашей флотоводцы. Вот такого. А вообще лист выглядит вот так. Вместо этого листа, ну, у шаубока нет. Я взял белый листик, поместил сюда целый лист. И, как бы, вот она у меня, значит, добавка к этой коллекции. Здесь, там где-то что-то, вот, видно, тоже листик не входил. Я тоже его сюда же сделал. Вот, например, вот здесь. Видите, добавочные листы к шаубоку. То есть, даже, даже шаубок, который, все уже определено вместо марки, и все, как говорится, где как положено. Я имею возможность, там, квартблоки и какие-то листы сам добавлять. Это вот, что касается, вот, допустим, гражданской войны. Видите, выбрал специально такую желтоватую бумагу, скампанал то, что было, и вот так все это дело выглядит. Поэтому это, там, такой альбом. Предыдущий я показывал альбом, там, где-то в Клясер, где хранится часть тоже коллекции. И другие альбомы, они потихонечку всплывают по мере, по мере, так скажем, оформления каких-то других вещей. Ну, давайте немножко посмотрим, немножко посмотрим классическая Российская империя. Видите, тут уже все нестандартно. Есть квартблоки у меня с полями, там, или части листов. Я их сюда помещаю. Вот, видите, здесь, вот, допустим, просто квартблок, квартблок с частью листа, сцепка двойная, часть листа с подписью того времени. Все податки каталожные по Российской империи. Например, там, 908 год, 19 августа, и так далее, и так далее. Все, конечно, простенько. Вплоть до указания кредитной типографии. Что я хочу сказать. Это вот эти варианты с марками Царской России. Значит, допустим, это юбилейная серия. Чистый вариант, гашенный вариант. То есть, по возможности, я помещаю и то, и другое, как бы, дополняю по возможности. Да, что я хотел сказать. Как говорится, мысль бежит впереди речи. Видите, что со временем я, конечно, вот не стал делать даже рамок никаких, перестал писать там красивыми этими или печатать что-то, а пользуюсь просто. То есть, я иду в сторону упрощения. Это, конечно, ну, может быть плохо, но времени не хватает, потом такого желания уже нету. Как бы все видено, слышно, все переделано. Были там какие-то годы, когда я там более тщательно занимался. Я там, конечно, пытался и напечатать какую-то рамку, и красиво там что-то приправить. Сейчас, вот, достаточно для меня этого достаточно, вот, подписал карандашиком, пометил для себя какие-то основные, и достаточно. Я надеюсь, что я не дойду до маразма, как у меня был один знакомый филтолист, старик, очень давно он был, который, он уже, как говорится, под старость летом, когда в глубокие года вошел. У него была хорошая коллекция с земской почтой, вот он почему-то вбил себе в голову, что они пропадают, и он их помечал там чернилами, писал на марках там свои какие-то инициалы. Вот это, конечно, ужасно. Я надеюсь, что я не даду до того, что буду потом что-то писать тут или как-то что-то вот небрежно делать. Поэтому вот это у меня максимальная, так скажем, максимальная небрежность, которую я себе могу позволить. Видите, вот, например, 26 выпуск, печатная типоградская, без водяного знака, с меловой сеткой, без перфорации. Такой-такой вариант с полями, вариант с цифрами, с метками типоградскими. То-то-то-то-то-то и так все подряд. Да, потом чистые эти красивые штемпеля обязательно, видите, там Москва, там Киев, там Одесса, это тоже все постараюсь учитывать. То есть, ну, вот это вот максимум небрежности, которую я себе могу позволить, и которую я считаю приемлемой для такого рода коллекции. Ну и последнее, наверное, вот, кстати, вот хочу обратить внимание, допустим, видите, вот Тува, она совершенно на других листах, на другой бумаге, да, вот. Я ее оформил тоже в Климтоши, все подписал, более, конечно, уже аккуратно, но потому что это делал, может быть, лет, там, не знаю, 10 назад, вот как она выглядит. Это, конечно, ну, вот, как отдельный объект, относящийся к России, да, вот, вот сделано так, да, какие-то там вещи. Ну, поэтому еще раз хочу сказать, что по ходу собирания, по ходу приобретения материала, или вот, Восточная почта, можно что-то заменить, можно что-то это, и потом, когда делаешь на протяжении многих лет, то, конечно, и подход бывает разный. Но все вместе, оно и составляет вот большую, там, коллекцию, ну, я не буду даже такое сложное слово говорить, там, генеральная коллекция. Ну, просто коллекция марок России, большая моя коллекция. Она складывается из этих вот кусков, кусков, которые лежат и в клейсерах, и в альбомах, и в листах. Какие-то части очень оформлены, там, на мой взгляд, неплохо, какие-то не совсем так, как надо, вот, ну, что сделать, вот, такая жизнь. Я просто видел замечательные, отличные коллекции, просто людям можно просто позавидовать, вот, как они умудряются все это делать. Ну, я, может быть, не способен так вот, чтобы вот прямо идеально, чтобы все было, с какими-то вензелями, можно с завитушками там напечатать. Поэтому, ну, потом, ведь, вот, та же восточная почта, ну, нет у меня всех вариантов, там, допустим, всех напечаток, всех этих, святой Афон, там, какой-нибудь Дарданелл, Иерусалим. Они все потихонечку-потихонечку приходят. Или там, например, какая-нибудь пароходная почта на острове Корфу, где-то была, вот она, да, на острове Крит. Вот, вот, всего за всю жизнь, у меня вот выпало всего 7 марок. Ну, если еще один попадется, потом это, ну, буду дополнять. Поэтому вот на этом, наверное, буду заканчивать, потому что очень длинный ролик получается, я хочу, чтобы меньше было 15 минут. Но представление вот о том, как она потихонечку, коллекция растет, как развивается, я думаю, вот, постарался передать. Я, к сожалению, не ответил на вопрос вот по Украине, там, меня человек, как говорится, спрашивал. Ну, я, может быть, в следующем постараюсь ответить конкретно вот по Украине, потому что тема там интересная. Всем всего хорошего. Спасибо за внимание, если досмотрели до конца. До свидания.